всем привет дорогие друзья всем всем привет из солнечной Алании и как вы видите мы в дороге и мы вместе с вами отправляемся в нашу деревню в Афьоне многим из вас очень понравились наши видео из деревни на канале есть видео с прошлого нашего посещения деревни когда была свадьба у племянника Ихана оставлю ссылки в описании к этому видео обязательно смотрите там было 5 или 6 видео и сейчас имея возможность мы отправляемся в деревню сейчас в деревне настоящая красота сейчас по всей Турции очень красиво зелень цветут цветы кто не смотрел мое предыдущее видео из Алании смотрите просто невероятно красиво а в Афьоне цветут маки и спеет вишня поэтому мы с вами посетим все эти очень классные места очень красивые места расскажем вам больше о Турции о обычной Турции не туристической поэтому друзья подписывайтесь на наш канал обязательно если вы не подписаны чтобы пропустить эти интересные видео но прежде всего прежде чем мы начнем вам рассказывать о дороге показывать что мы видим по дороге я хочу поблагодарить всех вас кто нас поддерживает всех вас кто пишет сообщения кто присылает сообщения на ватсап ну и конечно же друзья всех тех кто угощает нас чашечкой кофе за нашу работу всем вам большое спасибо для нас это очень очень много значит это очень очень большая помощь в такое непростое время кстати друзья помните мы с вами делали розыгрыш сертификатов новогодних сертификатов на 100 лир в разные магазины если у вас есть эти сертификаты и вы их не использовали эти сертификаты были до декабря этого года но к сожалению в связи сложившейся ситуации многие из вас не могут приехать ну большинство или все из вас не смогут приехать скорее всего и воспользоваться этими сертификатами поэтому пожалуйста напишите мне кто не смог воспользоваться этими сертификатами или и мы договоримся с магазинами чтобы эти сертификаты перенесли до декабря следующего года и приехав в Аланию в следующем году вы могли бы воспользоваться этими этими скидками пожалуйста напишите и я тогда посмотрю сколько человек в таких магазинах и я обязательно договорюсь чтобы не пропали ваши скидки ну и еще раз хочу поблагодарить всех тех кто нас поддерживает это невероятно классно и это дает стимул работать дальше и вчера целую ночь друзья точнее не целую ночь а мы выехали в 6 утра вечером мы не спали практически до утра и обсуждали с Айханом новые варианты как можно будет сделать так чтобы ваше посещение Алании было не только интересным полезным и приятным но чтобы совершая покупки в Алании вы могли экономить как можно больше средств и делать много классных и качественных покупок мы придумали еще новые фишки к нашему проекту и если вы хотите нас поддержать то в описании к этому видео есть наши контакты куда вы можете отправить свои донаты на наш счет в банке угостить нас чашечкой кофе и благодарность свою в размере суммы чашечки кофе в вашем городе вы можете отправить на наш счет большое вам спасибо друзья это просто невероятно это просто я даже не знаю как описать словами словами это неописуемо и как я написала в посту в своем комментарии целого мира мало чтобы выразить вам свою благодарность спасибо большое ну а сейчас друзья едем в деревню и смотрим все самое интересное и классное по дороге сейчас мы едем по дороге которая ведет из Алании в Анталью из Алании в Анталью дорога занимает около двух часов и можно доехать на трансфере на автобусе на своей машине или взять машину в аренду и друзья май месяц в Турции как я уже сказала это очень красивое время года цветут цветы распускаются деревья природа готовится к жадкому лету и сейчас она во всей своей красе дороги в Турцию очень хорошего качества в описании к моим видео в описании к этому видео смотрите ссылки на другие видео где мы подробно рассказываем и показываем поэтому путешествовать по Турции ездить по Турции на любом виде транспорта это одно удовольствие ну и конечно же путешествовать по Турции на самолете это также комфортно и было комфортно и было дешево как будет сейчас мы не знаем но надеемся что в скором времени все встанет на круги своя и мы сможем путешествовать как и раньше по этой прекрасной стране и посещать новые и интересные города и места полтора часа в дороге и мы приехали на первую нашу остановку чтобы также заправиться газом и бензином мы сейчас недалеко от мановгата многие спрашивали кстати про цены на бензин они чуть-чуть упали поэтому мы сейчас быстренько заправляемся газом купим что-нибудь сладенькое и поедем дальше как я уже сказала по Турции путешествовать очень комфортно и везде есть заправки на которых можно заправиться газом бензином ну и конечно же есть маленькие магазинчики где можно приобрести различные товары для автомобиля для путешествий ну и конечно купить всякие разные вкусняшки и здесь видите тоже написано что пожалуйста надевайте маски что мы сейчас купим мы сейчас купим мороженое можно купить очень много вкусного мороженого я люблю я люблю вишневое вот такой вот щербет оно самое-самое вкусное ну и конечно же магнум тоже дорогой но очень-очень вкусный если подешевле то вот это вот classic кстати тоже вкусное мороженое особенно белое с таким ванильным вкусом на заправке можно также купить зарядное устройство они здесь недорогие и очень хорошего качества так что имейте ввиду можно тоже купить разные разные наушники очень классные тут серебряные какие-то черненькие розовые ну и конечно же много детских игрушек и вкусняшек ну а мы едем дальше сейчас мы находимся в серике заехали в бим чтобы купить попить что-то сладкое и друзья если вы путешествуете по турции хотите сэкономить деньги также не забывайте о том что на протяжении многих дорог есть очень много магазинов бим шок мегрос и так далее и эти магазины вы все можете увидеть на карте google они все обозначены здесь вот такое вот сильное движение про что дорога идет центр города и смотрите все реки также муниципалитете есть вот такая вот коробка большая куда можно вещи которые вам не нужны также складывать чтобы их отдавали людям нуждающимся и все реки кто не знает именно здесь находится знаменитый амфитеатр аскендос мы остановились на дороге недалеко от испарты чтобы перекусить здесь также есть родниковая вода в которой можно помыть руки на протяжении дороги везде есть такие родники айхан говорит что вода очень 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 холодная а и Продолжение следует... 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 Мы проснулись в деревне, и здесь невероятно прохладно, красиво пахнет зеленью. Утром сюда приходили пастись козы, коровы. В общем, друзья, здесь у нас свой огород. Здесь растут огурцы, помидоры, капуста, в общем, много всего-всего. И мы с вами в следующих видео прогуляемся по деревне. Я покажу вам дом, я покажу, что здесь есть, какие у нас планы, как живут люди в деревне. В общем, вы узнаете все то, что вы не видели раньше. Надеюсь, что вам это понравится. Ну и, конечно же, сейчас покажу немножко, расскажу, что здесь есть, что есть в деревне, покажу, как выглядит деревня. А в следующих видео вы увидите все более подробно. В доме у нас два этажа. Около дома есть большой огород. Есть разные пристройки. Многие из вас видели этот дом уже в видео со свадьбы. В этом году огород немного расширили. И здесь, в этом доме, в основном, бывает старший брат Айхана и его семья, потому что они живут во Фьоне. Ну а постоянно в этом доме никто не живет, потому что все живут в городе, у всех свои дела, работа и так далее. С балкона открывается вот такой вот вид на поля пшеницы. Далее поля, маковые поля, много садов вишневых. Все это мы с вами увидим и постараемся посмотреть. Очень прохладно, можно даже ходить в куртке. И сегодня погода такая немного пасмурная, поэтому прохладно. Дождь идет и с интернетом небольшие перебои, но мы привезли свой модем. Поэтому теперь с интернетом у нас проблем никаких. Слышите звуки природы? Птицы пели всю ночь, а с утра, уже в 5 часов утра, слышны бубенчики баранов, коз, которых ведут на поля, чтобы щипать траву. Покажу вам быстро, как выглядит деревня. Деревня выглядит вот так, и здесь каждое утро проходят стада коз, баранов, которых ведут на пастбище. И полностью по деревне мы с вами прогуляемся чуть позже, а сейчас быстро-быстро покажу вам, что у нас здесь есть. Дом еще находится на стадии постройки, на стадии покраски. В общем, на стадии здесь уже можно жить, но все еще нужно облагораживать. Здесь сарай для времяпрепровождения вечернего. Здесь будет гараж и вот такой вот у нас сад. Прошел дождик и очень-очень холодно. Я прям аж мерзну в своей кофте. Сейчас быстренько покажу, что у нас здесь есть. Как я сказала, в доме два этажа. Здесь мы оставляем обувь, чтобы подняться наверх. На первом этаже одна спальня, две гостиные, кухня. А наверху три спальни, туалет, внизу тоже есть туалет и большой балкон. Какой вид у нас открывается с балкона, сейчас я вам покажу на деревню. Дом, видите, еще не доделан. Здесь положили плитку, но все это будем красить и облагораживать. Вот такой вот вид открывается на всю деревню. Друзья, я надеюсь, что вам было интересно это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Ну и, конечно же, холодно. Смотрите новые видео из деревни. Будет очень много всего интересного. Вот смотрите, когда я с вами прощаюсь, как раз идут коровки. Идут коровки. Сколько их? Три. Ой, маленькие телята. Мы с вами, кстати, тоже сходим к нашим знакомым, которые здесь живут. У них много скота. Есть коровы, козы, бараны, куры, лошади. У нас этого ничего нет, потому что мы в деревне не живем. И здесь, в этом доме, никто не живет, чтобы следить за животными. С трудом удается следить за огородом, чтобы он не высыхал. А люди, которые здесь живут, у них есть и животные, и большие огороды. Так что мы с вами туда сходим. Очень холодный ветер. Очень холодно. Я с вами прощаюсь. И встретимся с вами в новых видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.